Продолжение следует... Вы знаете, существует множество мнений, что значат эти семь столбов. Разные люди стараются как-то по-разному истолковать, объяснить, но я верю, что Слово Божие объясняет само себя, само дает ключ к пониманию, если возникают какие-то, возможно, трудные или не совсем понятные отрывки в Библии. И в предыдущей главе, буквально восьмой главе книги притчи, мы читаем о семи гранях или о семи столбах именно премудрости. Давайте мы посмотрим, прочитаем вместе. Книга притчи, восьмая глава, двенадцатый стих. «Я премудрость обитаю с разумом». И еще раз судительного знания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, и разум у меня сила. Вот такое описание. Перечисляется семь вещей, которые характеризуют премудрость. Семь столбов, как говорит он в девятой главе. И первый столб, о котором говорится здесь, это столб разума. «Я премудрость обитаю с разумом». Разум или другой перевод «благоразумие» помогают нам принять верные решения. Собрать, обдумать информацию, взвесить за и против. И на основании информации принять правильное решение, мудрое решение. Вот это разум. Благоразумие имеет практическую направленность. Это не просто философское понимание вещей, какая-то рассудительность, поразмышлять о чем-то. Это всегда имеет практическое направление, какое-то практическое применение. То есть первый столб мудрости – это разум. Второе, о чем говорится, это рассудительность. «Я премудрость ищу рассудительного знания». Вот это слово именно подчеркивается – рассудительного, рассудительность. Рассудительный человек – это тот, который способен рассудить, мыслить здраво, находить рациональные решения. И мы, христиане, мы призваны показывать в нашей вере, прилагать буквально все старания. Апостол Петр пишет, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Он говорит, прилагая все старания, покажите в вере вашей рассудительность. То есть, чтобы наша вера показывала рассудительность. Мы призваны делать добро, но делать с рассудительностью. Не все добро для всех людей. Не все является хорошим для всех людей. И вот когда мы делаем какой-то добродетель, очень важно употреблять вот это качество рассудительности. Рассуждать, насколько это добро будет по-настоящему добром в данной ситуации, для данных людей или для определенного какого-то человека. Следующий столб, о котором говорится здесь в книге притчей, столб премудрости, это столб знания. Я премудрость ищу рассудительного знания. Знания. Мы живем в век информации. Просто океан, море информации, который никто не способен воспринять до конца и обработать или оценить. Но знание это не просто информация. Знание это способность логически использовать информацию для принятия правильного решения. И когда царь Соломон, молодой царь Соломон зашел на престол, его просьба к Богу была, он просил одного, он говорил, дай мне премудрость и знание. То есть Соломон просит о премудрости, он просит о знании. Дай вот эти мне вещи, премудрость и знание. Друзья дорогие, мы можем просить у Бога того же на нашу повседневную жизнь. Когда мы принимаем решение, когда перед нами стоит какой-то выбор, просить у Бога премудрости и знания. И Он обещает, что Он даст, что Он поможет, что Он откроет. Следующий столб премудрости – страх Господен. Мы читаем в 13 стихе, следующий стих, что страх Господен – это ненавидеть зло. И одна из наиболее часто повторяющихся тем в этой книге, в книге притчи, и во всей Библии – это страх Божий, страх Господен. Страх Божий – это благоговение перед Богом, перед Творцом, Который создал небо и землю, Который сотворил весь наш мир. Библия говорит, что Бог – это любовь. Но мы должны всегда помнить, что Бог также справедливый судья, что Он – заступник за всех униженных и обиженных. И каждый человек предстанет перед Ним, что Бог производит свой суд, пока мы проходим по жизни. И когда мы переступим порог смерти, Бог определит нашу вечность, рай или ад, место мучения или место радости. Поэтому говорится в Библии очень много о страхе Божьем. И царь Соломон, подводя итог, всем своим поиском, всем своим изысканием, он говорит следующее, это книга Экклесиаста, 12 глава, последние стихи. Он говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. То есть страх Божий. Это один из столпов мудрости, премудрости божественной. Следующее, смотрите, идем дальше. Следующий столб премудрости, это совет. Написано, у меня совет. У меня совет. Знаете, всем нужен когда-то хороший, добрый, мудрый совет. Человек, который мудр, он всегда открыт для хорошего совета. Глупый человек, он надеется на свою мудрость, на свои знания, на свой опыт или еще что-то. Ему не нужен никакой совет. Но человек разумный, он слушает. И реальность такова, что никто из нас не умен настолько, как мы все вместе. Поэтому и говорится, смотрите, здесь же в этой книге притча, 15 глава, 22 стих. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Поэтому, принимая какое-то важное решение, очень хорошо посоветоваться с людьми, которых ценишь за мудрость, которым доверяешь, и вместе найти самое лучшее решение. Еще один столб, о котором говорится здесь же, это столб правды. «У меня совет, и правда мы читаем». Божья премудрость, она неотделима от правды и истины. Правда и истина – часть Божьей божественной мудрости. Смотрите, как об этом пишет апостол Иаков в 3 главе, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Истинная правда только в Боге, только у Него». Библия говорит, смотри, какую печальную вещь, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Нам иногда кажется, что это хорошо, нам иногда кажется, что это мудрое решение, но Бог по-настоящему знает. И поэтому очень важно выравнивать свой жизненный путь, свое мышление, принятие решений в соответствии с Библией, с откровением Божиим. Очень важно изучать, читать и исполнять Слово Божие, Его откровения для каждого человека. И последний столб мудрости, премудрости, о котором здесь говорится, это столб силы. «Я разум, у меня сила». Притчи, 8 глава, 14 стих. То есть способность не только мудро рассуждать, способность не только философствовать, но также действовать. И вот это необходимая составляющая часть мудрости. Среди алкоголиков, скажем, все или большинство понимает, насколько губительно их пристрастие, насколько оно их убивает, но в то же время они не имеют силы освободиться. И он держит алкоголик просто как змей. Многие вещи так в жизни. Человек понимает, но у него просто-напросто нету силы. Может, у него вот это все даже есть в какой-то мере, но если силы нету, он не может свою мечту притворить в жизнь. И поэтому очень важно вот эти семь граней, семь столбов, чтобы они все были. И кто-то скажет, где мне взять силу? Я понимаю, что сбился, что, может быть, не той дорогой иду, что, может быть, не могу там что-то переступить себя, простить, забыть, примириться или еще какие-то вещи. Где мне взять силу? Смотрите, что Слово Божие говорит об этом. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». То есть сила у Бога. Друзья дорогие, сейчас мы будем молиться, сейчас мы обратимся к Господу в молитве. Будем просить Его о премудрости. Он источник всей мудрости, Он создатель, Он творец. И Он обещает просящим у Него дать во всей полноте. Поэтому давайте сейчас помолимся, попросим Его мудрости, разума и силы. Да благостовит Господь! Милосердный Владыка Бог, Создатель всего видимого и невидимого, Бога Врама, Исаака, Якова. Ты создал этот мир, Ты дал нам время на этой земле. Господи, и сейчас мы приходим к Тебе и просим Тебя о Твоей божественной мудрости, о Твоем водительстве, о Твоей силе для принятия нужных и правильных решений, для того, чтобы наша мечта становилась реальностью для Твоей славы. Просим во имя Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына. Аминь. Да благостовит Господь! Всего Вам доброго и до встречи!